Здравствуйте дорогие друзья автомобилисты! Юрий мне задает вопрос. Здравствуйте, подскажите причины, почему на классике ведет сцепление и соответственно скорости включаются с треском. Рабочий цилиндр выжимает шток на вилке, подтянул и зазор стал примерно 1 мм. Больше не подтягивал, иначе зазора не будет. Педаль туго стала выжиматься, и натяжка помогла на пару недель, а после снова вести стала. Поломку стал замечать еще зимой при минус 20, когда с утра запускал при выжатом сцеплении. Может просто совпадение, но некоторые говорят из-за того, что в мороз нужно несколько раз сначала выжать и после крутить стартером. Друзья мои, если у вас есть необходимость помочь материально своим близким, знакомым, которые находятся за границей от вас, допустим вы в Украине, а не в России, или вы в России, а не в Украине, и вы хотите помочь материально своим близким, друзьям и так далее, то у меня есть уникальная возможность помочь вам в этом. Пишите на эту электронную почту, я вам отвечу и все расскажу как это делается. Друзья мои, если у вас ведет сцепление, значит у вас уже проблема со сцеплением. А ведет это, как правило, из-за того, что вы его перегрели, допустим, деформировался диск, или у вас повреждена корзина сцепления, или, или, или. Здесь можно ставить очень много точек. То есть сейчас причина неизвестна. Бывает такое, что действительно диск повело, некоторые эксплуатируют автомобили и постоянно вот держат чуть-чуть выжатое сцепление, такие вот разгоны делают. Диск сцепление в этот момент трется, он перегревается и очень часто он деформируется. Если диск сцепление деформировался, он будет вести. Это вот первое. Второе, это повреждение самой корзины сцепления. Бывает такое, что лопаются лепестки, если вы говорите про классику, там лепестки, соответственно, эти лепестки лопаются, ломаются, и у вас перекос идет. То есть вы как бы выжимаете, но у вас полностью не выжимается сцепление за счет того, что происходит перекос. Одну сторону выжило, а другую нет. Диск частично все равно цепляется, вместо того, чтобы свободно проворачиваться после нажатия. То есть здесь все индивидуально, все нужно проверять. Обычно в таких случаях, если такое происходит, то я не рекомендую переклепывать сцепление. Допустим, некоторые рекомендуют, там нужно взять диск сцепление, переклепать, другое эфиридо на него наклепали, и все нормально. Но в старые времена это делали. Но сейчас, в наше время, берите хорошего качества, только не теида. Вот запомните это слово, что если вам попадет теидовские диски, то ни в коем случае их не брать. Там очень сухое эфиридо, а это сухое эфиридо дает эффект, когда вы будете трогаться с места, будет трогаться автомобиль рывками, и его даже может трясти. Потому что ненормальное прилегание. Я рекомендую брать диски сцепления с мягким феридом. Есть определенное, вот как пластмасса, есть чуть-чуть мягче, даже на палец он чувствуется, они разные. То есть берите лучше оригинальное. Оригинальный диск сцепления, оригинальную корзину, обычно меняется в комплексе, корзина с диском. Конечно, если у вас корзина целая, можно ее оставить, но рекомендуется всегда менять корзину с диском. Вы, конечно, уже смотрите на свой страх и риск, и проверить, кстати, можно очень легко диск на повело его или не повело. То есть его одевают на специальную оправку, прокручивают, если он идет восьмерочкой, все, он поведенный, его уже нельзя эксплуатировать. То есть вы уже точно знаете, в чем причина. Ну и визуально просматривается, конечно же, корзина сцепления. Если корзина сцепления имеет повреждения, имеет подгорание, ну, то есть много нюансов, смотрите внимательно на корзину сцепления. Если что-то не так, то меняйте ее, и все, на этом все. Ну и, друзья мои, выжимной подшипник. Как же без него? Рассыпался выжимной подшипник, бывает и такое. Да, бывает даже, когда он рассыпается, он не шумит, но он неровно прилегает. И такое было. И бывало даже направляющая, закусывала подшипник. То есть, друзья мои, когда подходите к замене, когда ведет у вас, допустим, сцепление, к замене какой-то, вам нужно диск, корзину. Если вы меняете диск-корзину, то обязательно меняйте выжимной. Не оставляйте выжимной старый. Оставите выжимной старый, потом вам придется коробку снимать для того, чтобы один выжимной поменять. Но я думаю, что это вам не нужно. И проверяйте ход, как у вас ходит выжимной. Это вы возьмете новый выжимной подшипник, проверьте, как он ходит по своей втулочке направляющей. То есть, вот эти моменты, чтобы все было смазано, как положено. Все собирайте на место, и тогда у вас проблем не будет. Надеюсь, друзья мои, я достаточно понятно вам все объяснил. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал. На этот канал в YouTube, а также на мой канал в Дзене. Вот QR-код, направьте камеру своего мобильного телефона или планшета, вас перебросит по ссылочке на мой Дзен-канал. А если вы смотрите меня с мобильного телефона или с планшета, то под этим видео в описании есть просто ссылочка строкой. Нажмите на нее, вас также перебросит на мой Дзен-канал. Обязательно подпишитесь на случай непредвиденных ситуаций. Ситуации могут быть разные. Будьте здоровы, всем пока, чтобы мы с вами не потерялись.